Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правительстве Самарской области состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по экономической политике. По приглашению губернатора Дмитрия Азарова в нем приняли участие председатель комитета Максим Топилин, его заместитель и члены комитета. Для выездных заседаний традиционно выбираются регионы, которые накопили значительный позитивный опыт в той или иной отрасли и имеют наработки, полезные и для других субъектов страны. На совещании обсудили поддержку отечественных автопроизводителей и производителей компонентов. Здесь помогают такие меры, как госзакупки, субсидирование, программы стимулирования спроса, льготного кредитования, льготного лизинга. Дмитрий Азаров и Максим Топилин обсудили предложения по мерам поддержки отечественных автопроизводителей, включая перевод чиновников и депутатов на отечественные автомобили, с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Альбертом Каримовым. Также на заседании обсудили вопрос подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны. Ранее Самарская область была выбрана как площадка для серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание уделили реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры, в частности созданию транспортного коридора «Север-Юг» международного маршрута Европа-Западный Китай и торговых маршрутов, способствующих развитию торгово-экономических связей России с дружественными странами. В Самарской губернской думе прошло 27-е заседание. На нем рассмотрели четыре вопроса, среди которых в том числе был представлен отчет о работе правительства региона за прошлый год. Подробности расскажем в следующем сюжете. 27-е заседание губернской думы началось с отчета о работе правительства региона за прошлый год. Об итогах рассказал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Мы два года работаем в беспрецедентных условиях, даже три года уже практически, да, это ковид, потом это жесткие санкции, в эпицентре которых оказалась вся наша страна, но даже в этих условиях, благодаря работе команды губернатора, лично губернатора, мы все-таки добиваемся успехов. Да, сложно, да, непросто, но мы очень оперативно на все это реагируем. И в целом правительство и люди это понимают, что мы справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами. Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации отметила регион в числе лидеров по итогам исполнения федеральных программ в сфере строительства и развития инфраструктуры за прошлый год. Ни один проект не был приостановлен или заморожен. Только за 2022 год после строительства, реконструкции или комплексного капитального ремонта введено в эксплуатацию 68 крупных объектов, что в полтора раза превышает количество объектов, введенных годом ранее. Благодаря развитию строительной отрасли развивается и, например, физкультура и спорт. Только в 2022 году было построено три физкультурно-оздоровительных комплекса и лыжероллерная трасса на базе «Чайка». Я считаю, что правительство отработало эффективно и наш регион один из первых по стране по рейтингам по росту экономики. Напомним, что недавно перед депутатами Губернской думы и жителями Самарской области с посланием выступил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отчитался об итогах работы за последние пять лет и обозначил планы на ближайшее будущее, задав вектор развития. Были обозначены достижения, которые удалось решить за прошедший год, но еще больше было поставлено цели, к которым нужно стремиться и обозначены задачи, которые необходимо решать. На заседании была назначена дата выборов губернатора Самарской области – 10 сентября. Также было принято единогласное решение о поддержке проекта закона Самарской области, о внесении изменений в закон Самарской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Александра Гусева, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжается шестой Всероссийский фестиваль «Архитектурные наследия-2023». В рамках деловой программы российские и зарубежные специалисты обсуждают требования к развитию исторической среды. Особое внимание уделяют памятникам архитектуры, которые имеют большое значение. Ранее фестиваль проходил в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде и Нижнем Новгороде. После Самары эстафету примет Тюмень. Делегация из сибирского города сегодня прибыла в столицу губернии, чтобы подписать соглашение с Союзом архитекторов России. Перед этим мэр города встретился с главой Самары Еленой Лапушкиной. Подробности в сюжете. В Самаре продолжается Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». В этом году интерес к нему значительно вырос. Если в первый год в нем принимали участие представители пяти областей, то в этом году уже 31 регион, а также эксперты из четырех стран. В следующем году фестиваль будет принимать Тюмень. Сегодня делегация из сибирского города прибыла в Самару, чтобы подписать соглашение с Союзом архитекторов России. Главным событием шестого фестиваля «Архитектурное наследие-2023» стала презентация проекта концепции развития исторического поселения Самары. Для города это очень актуально. В конце 2019 года Самара получила статус исторического поселения. Сейчас идет работа над концепцией его развития. Об этом Елена Лапушкина рассказала главе Тюмени. У нас территория города наделена статусом исторического поселения. У нас большое количество памятников федерального значения, памятников регионального значения. Сейчас вот как раз мы запустили концепцию развития исторического поселения. Очень долго к ней готовились, пытались разные варианты. Но пришли к выводу, что территорию надо рассматривать комплексно, в совокупности, всю территорию исторического поселения. Развитие исторического центра Самары губернатор региона Дмитрий Азаров назвал одной из приоритетных задач. Фестиваль «Архитектурное наследие-2023» поможет самарским архитекторам обменяться опытом в этом и многих других вопросах с лучшими российскими и зарубежными специалистами. Многие из которых отмечают положительный пример Самары в плане сохранения памятников исторического и культурного наследия. Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал, что у Самары есть чему поучиться. В городе на Волге проходит много фестивалей. Волга-фест, сам фест, Грушинский фестиваль. Что делает Самару привлекательной для туризма. У нас за прошлый год только в Самаре было более миллионов туристов. И это с каждым годом нарастает. И поэтому, безусловно, летний период времени мы стараемся максимально использовать для приглашения гостей, для проведения каких-то крупных мероприятий. Самое главное – умело воспользоваться этим наследием чемпионата. Это Самаре удалось. Поэтому здесь тоже хотел бы сказать вам слава и благодарность за то, что вы сегодня Самару сделали одним из городов по нашей стране, куда хочется приезжать, где хочется проводить время с семьей и в рамках делового туризма. Виктория Шары, Константин Головин. События. Сразу после встречи с главой Самары Еленой Лапушкиной мэр Тюмени Руслан Кухарук принял участие в заседании «Круглого стола», которое прошло совместно с руководителями проектов развития территорий из Нижнего Новгорода и Тулы. Участники заседания представили презентации по сохранению объектов культурного наследия в своих городах. Какой всего лишь за год стала набережная Тулы и почему улицу Дзержинского в Тюмени решили сделать пешеходной, узнала Ольга Павлова. Еще несколько лет назад жители Тулы не могли видеть промзону оружейного завода, которая сегодня стала набережной. Ее скрывал высокий забор, рассказывает руководитель проектов развития территорий Анастасия Сорокина. По берегам реки Упы складировался мусор, а саму локацию жители Тулы предпочитали обходить стороной, несмотря на то, что эта зона находится в историческом центре города. Буквально за год удалось совершить невозможное. Здесь уложили асфальт, газон, установили светильники, беседки и лавочки, построили амфитеатр, детскую площадку и высадили деревья. Пространство заиграло по-новому. Теперь это любимое место отдыха жителей и гостей Тулы. Была сделана определенная работа тоже по подсветке. Таким образом, Турская набережная дала доступ к Кремлю, теперь можно гулять вокруг него. И центр исторический зажил. Сохранение наследия городов через пространственное развитие территорий – одна из тем круглого стола в рамках фестиваля «Архитектурное наследие-2023». Мэр Тюмени Руслан Кухарук также представляет один из масштабных проектов, который недавно удалось реализовать на территории города. Одну из главных улиц Держинского решили сделать пешеходной. Реконструкция началась в 2022 году. Перед разработчиками стояла задача наполнить улицу объектами, интересными бизнесу и теми услугами, которые будут востребованы у жителей и у туристов. Мечта о том, чтобы в центре города появился свой арбат, своя такая прогулочная зона, была уже для новой деменции. Официальный документ, который мы шли, датируется в 1998 году, потребовалось четверть лета для того, чтобы идея, которая воплощена уже даже была в документ официальный, нашла свое воплощение. В настоящее время на пешеходной улице установлены 21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле. А также качели, беседки, открытый каворкинг, игровые зоны для детей, лавочки, подключена подсветка исторических зданий. За сохранение культурного наследия исторического центра города выступает и в Нижнем Новгороде. Здесь также в короткие сроки была проведена комплексная работа по ремонту фасадов, благоустройству детских садов, исторических кварталов, которые стали центром притяжения горожан и гостей города. Активные очень крыльеведы по территории Нижегородской области. Активные экскурсоводы, которые душой болеют за то дело, которое делают. И, конечно же, мы с нашими друзьями работаем по всем направлениям. Масштабная работа по развитию исторического поселения ведется и в Самаре, городе, который в этом году принял фестиваль «Архитектурное наследие-2023». Статус исторического поселения был присвоен столице региона в 2019 году по инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова. Постепенно в Самаре реставрируются и обновляются памятники архитектуры, которые находятся в историческом центре города. В декабре прошлого года был открыт легендарный дом Маштакова на улице Самарской. На первом этаже здания разместили арт-купеческую чайную, а на втором – музей и многофункциональное экспозиционное пространство. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Струковском саду в рамках фестиваля «Архитектурное наследие» провели круглый стол на тему развития исторических поселений. В обсуждении принимали участие глава города Елена Лапушкина и ведущие архитекторы из Самары и Казани. Подробнее расскажет Галина Топилина. Историческому центру Самары по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 2019 году был присвоен статус исторического поселения. Он предполагает особое отношение к объектам архитектуры и памятникам исторического наследия в его границах. Историческое поселение – это не музей, а пространство для жизни горожан, отмечают эксперты. В то же время этот статус предъявляет и определенные требования к территории. Музифицировать такую территорию, как историческое поселение Самары, невозможно, даже если захочется. 600 гектар. Как я уже сказал, это центр города. Город будет жить. Поэтому лучше, чтобы он не терял по пути этого продвижения свой багаж. Самый ценный в этой части города – историческое наследие. Сохранение исторической культурной целостности исторических поселений в условиях развития городов и потребностей местных жителей закладываются в основы концепции такого развития. В рамках форума «Архитектурное наследие» казанские эксперты поделились с самарскими коллегами своим опытом формирования концепции устойчивого развития исторических поселений. Концепция развития исторического поселения должна давать внятные и понятные возможности, видение и регламент того, как же тогда именно здесь новая деятельность может развиваться. В Самаре – одно из наиболее целостных, сохранных исторических ядер. Важно обратить внимание, что есть несколько сотен ценных градоформировающих объектов, среды, которые обрамляют памятники. У Казани ситуация другая. Мы сначала снесли 2,5 тысячи объектов среды и несколько десятков памятников, и теперь сохраняем, создаем. Администрации города запущена процедура разработки концепции устойчивого развития исторического поселения Самары. Центр областной столицы должен развиваться с точки зрения функционального наполнения пространства, а концепция будет раскрывать точки роста для привлечения инвесторов. Будут учтены все сферы деятельности, осуществляемые в историческом центре. Он должен стать привлекательным для туристов, инвесторов, людей, которые работают здесь, и, конечно же, местных жителей. Для этого необходимо наполнить центр социальными, транспортными, торговыми объектами, коммуникациями и другими благами, необходимыми для полноценного и комфортного существования. В концепцию заложена разработка инвестиционных паспортов каждого квартала исторического поселения. Пилотным проектом станет развитие проекта «Шесть кварталов» и квартала на улице Галактионовской. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В Самаре стараются снизить риски недовыпуска общественного транспорта на линию. В первую очередь это касается автобусов. Благодаря новым мерам до середины июля предприятие-перевозчик получит 50 единиц нового транспорта. Столько же планируют взять на работу водителей. Обо всем подробнее в нашем материале. Качество обслуживания пассажиров и своевременный по расписанию выход на линию необходимого количества общественного транспорта. Эти вопросы обсудили на совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. В центре внимания автобусные рейсы. В Самаре за перевозки внутри города и по дачным маршрутам отвечает предприятие «Самара Автогаз». Однако в последнее время перевозчик сталкивается с критикой. Из-за нехватки персонала и технических сложностей, связанных с высоким износом машин, недовыпуск транспорта по 46 городским маршрутам порядка 5-6%. А на 29 садово-дачных маршрутах в среднем около 2% техники предприятия не выходят на линию. Чтобы справиться с трудностями, в компании прежде всего усилили работу ремонтных зон. У нас по штатному расписанию 45 смены ремонтных бригад. На сегодняшний момент она насчитывается увеличенного в два раза. Это 89-95 человек в зависимости от смены. Власти региона и города уделяют повышенное внимание транспортному вопросу. Поэтому, чтобы справиться с недовыпуском машин на линию, принято решение о закупке нового подвижного состава. В скором времени перевозчик получит 50 новых автобусов. Среди причин, по которым в последнее время отмечается невыход транспорта на линию и нехватка водителей, на чем заострили внимание на совещании. Перевозчик направил запросы в города и сельские поселения Самарской области, а также руководство предприятия выразил надежду и на помощь холдинга, в который входит «Самара Автогаз». Ожидают водители из Санкт-Петербурга и Москвы, а также из других регионов. Недовыпуск транспортных средств влияет на ситуацию не только у пассажиров, но и у перевозчиков. Лечет штрафные санкции. Эти меры тоже регулярно принимаются. Ежемесячно мы подбиваем сводки, какие рейсы выполнены, какие рейсы не выполнены. Это все актируется, официально оформляется и штрафные санкции предъявляются к перевозчику. И, разумеется, потом идет отслеживание, чтобы это все было оплачено в бюджет. Повышенное внимание уделяется организации транспортного сообщения в удаленных районах города. На них недовыпуск транспорта сказывается особенно критично. Поэтому на совещании перевозчику озвучили жесткую позицию. Работать не в ущерб этим жителям Самары. Проработали дополнительные меры. Предупреждаю, не допускать снятия каких-либо маршрутов с Красноглинского и Хуйбышевского районов. Это можно смотреть, и заранее говорю, там, где недовыпуск идет по городским маршрутам, смотреть, где есть у нас сегодня еще по этому же маршруту идет трамвай, либо идет троллейбус. То есть, когда встает вопрос о том, что какой-то автобус не может выйти в рейс, нужно иметь четкое представление, что это за маршрут, есть ли альтернативный общественный транспорт. Если других видов нет, как, например, в части Хуйбышевского и Красноглинского районов, то увеличивать интервалы движения автобусов недопустимо. Вся работа построена в интересах горожан, подчеркивают в мэрии. И решение, принятое совместно на совещании, должно исполняться, резюмировали участники. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». В зоне метростроя на улице Галактионовской специалисты закончили возведение стартового котлована и полностью освободили от инженерных коммуникаций территорию станционного комплекса. Кроме того, в скором времени для продолжения строительства в историческом центре пройдут торги на демонтаж ряда строений, попадающих в зону влияния метро. Часть домов, которые фигурировали ранее, с момента разработки проектной документации, уже снесена. Объекты культурного наследия в любом случае будут сохранены. Учтены все максимально допустимые осадки зданий. Активно работать продолжают и в зоне строительства на перекрестке Полевой и Новосадовой. Завершены работы по строительной части, по прокладке временного электроснабжения. Просто электроснабжение очень обширное, оно прокладывается от улицы Маяковского и до площадок. Завершены работы по самому стартовому котловану и запущена процедура закупочная на монтаж ТПНК. Ориентировочная дата заключения государственного контракта на поставку и монтаж ТПНК – 20 июля. То есть 20 июля определится у нас победитель, который повезет сюда ТПНК, начнет монтаж. Все комплектующие тоннели проходческого комплекса в будущем соберут воедино с помощью автомобильного крана. Башенный же кран смонтирован на полевой пока только частично, чтобы потом не мешал монтажу ТПНК. Автокраном пояснили в региональном управлении капитального строительства. Все работы остаются под пристальным вниманием и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Появление станции Театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру региональной столицы, чему уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем, с открытием станции Подземки, жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. В Самаре продолжается обработка мест массового отдыха горожан от комаров. Обработку от клещей и мышей специалисты уже провели. Теперь настала очередь кровососущих. Подробности у наших корреспондентов. Пятничным утром сквер нефтяников в Кубишевском районе временно закрыли для отдыхающих. Территорию начали обрабатывать от комаров. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения важно своевременно провести обработку. Ведь комары могут являться переносчиками таких заболеваний, как малярия и лихорадка западного Нила. При помощи специального оборудования мастера опрыскивают кусты и деревья. После такой обработки кровососущие насекомые не будут представлять опасности для людей. Парки и набережные Самары специалисты уже обработали. Теперь настала очередь скверов. Особое внимание уделяется тем территориям, на которых есть озера и пруды. Как правило, именно вот истребительные мероприятия в отношении комаров, они проводятся после схода паводка, когда освобождается нижний слой почвы, ила, в котором находятся личинки насекомых. После того, как вода сошла, с наступлением определенных положительных температур, личинки улыбляются и тем самым появляются летающие формы. Такая обработка проводится ежегодно, независимо от количества кровососущих насекомых. Препараты, которые применяются, безвредны для теплокровных. И владельцы собак могут не переживать. Просто не стоит находиться в непосредственной близости во время обработки. Уже через полчаса в скверах можно гулять. Все скверы обработаны от клещей, проведена коррецидная обработка, это всех. И все скверы проведены диротизационные мероприятия. Диротизационные мероприятия будут проводиться еще осенью. Всего подрядчик в Самаре обработает более 150 объектов. Общая площадь обработки, с учетом парков и набережных, составит 215 гектаров. После окончания опрыскивания мастера прикрепляют к деревьям клейки и ленты. На следующий день они проверят, сколько насекомых к ним прилипло. При необходимости, в случае массового появления комаров, работы проведут еще раз. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев, События. И возвращаемся к главной теме этих дней – фестивалю «Архитектурное наследие». В Самаре эксперты обсудили в рамках панельных дискуссий проекты и инициативы, связанные с восстановлением социально- и экономически важных объектов культурного наследия. На площадках работали наши корреспонденты. Давайте узнаем подробности. Тема сохранения, развития и грамотного использования объектов исторического и архитектурного наследия – одна из самых обсуждаемых в городе не только для профессионального архитектурного и строительного сообщества, но и для многих самарцев. Шестой Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023», проходящий в этом году на Самарской земле, стал точкой притяжения для российских и зарубежных экспертов в сфере архитектуры и реставрации. В рамках фестиваля «Архитектурное наследие» мы разворачиваем крайне актуальную тему – инвестиционная привлекательность объектов культурного наследия. Важные вопросы, которые мы поднимаем сегодня – это какие проекты находятся в фокусе стратегических приоритетов социально-экономического развития. Первый день фестиваля прошла панельная дискуссия, на которой выступили эксперты из разных городов России – Москвы, Нижнего Новгорода, Томска, Сургута и, конечно же, Самары. Основной вопрос, на который попытались ответить участники встречи – как объект культурного наследия становится одной из точек роста городской экономики и какие механизмы государственно-частного партнерства необходимо развить в интересах сохранения исторических памятников. Такие встречи в рамках фестиваля дают возможность не просто обсудить некий абстрактный вопрос, поделиться опытом, но и найти будущих партнеров. Мой блог будет освещать вопросы, связанные с инвестициями в наш город. Это и инвестиции, связанные с градостроительной деятельностью, и не только. Буду рассказывать о тех десяти инфраструктурных единицах, которые существуют у нас на территории Самарской области, и какие меры поддержки они оказывают. Фестиваль архитектурное наследие 2023 продлится с 8 по 10 июня и будет включать в себя много интересных встреч, конференций и лекций. Александра Гусева, Константин Головин. События. Долгое время дом Мыштакова пустовал и разрушался. Восстановление здания стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, правительства региона и победе в конкурсе грантов президента на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2021 году. В Самаре в рамках Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» прошла кейс-сессия «Реставрация объекта культурного наследия регионального значения дома Мыштакова». Об уникальной истории спасения шедевра деревянного зодчества гостям рассказали научный руководитель проекта Андрей Баде, архитектор Дмитрий Храмов и временно исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. Уникальным моментом этого объекта являются раскрытые первоначальные конструкции потолка и чердачного пространства. И каждый может увидеть, как виртуозно наши предки обращались с деревом как на фасаде в декоративной резьбе, так и в конструкциях стропил и перекрытий. Реставрация здания выполнена в стиле эклектика. Первый этаж – это уютная традиционная чайная с необычным названием «Заварка». Внимание многих гостей привлекает морозная стена. За стеклом можно увидеть разные предметы быта. Столы, лавки на первом этаже – они все созданы из старых конструкций, которые не пригодились в реставрации. То есть, там же часть была вырезана, часть там сгнила, часть там сгорела. А вот отдельные куски мы перевели в мебель, которая сейчас продолжает свою жизнь в этом доме. То есть, реинкарнация такая произошла. На втором этаже можно увидеть выставочное экспозиционное пространство с конференц-залом, где проходят лекции и мастер-классы. Дом Маштакова сохранился до наших дней. Здесь много аутентичных деталей, чтобы горожане 21 века имели представление о том, как жили люди в начале века 20-го. Один из экспонатов вполне себе утилитарный. В одной из комнат установлена вот такая водоразборная колонка. Вода из нее подается в ведро. Механизм, конечно, уже исторический, но со своей работой справляется. Также внутри здания расположились уникальные печи 19 века. По задумке автора проекта они говорящие. Можно легко открыть заслонку конструкции и заглянуть внутрь. Там гостей ждет много сюрпризов, фото или видеоинсталляция. Администрации Самары предоставлена субсидия на организацию работы музея-галереи «Заварка», проведение тематических выставочно-просветительских мероприятий по теме деревянного зодчества Самары и сбережения истории. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Вниманию участников кейс-сессии были представлены два масштабных проекта. Реставрация храма преподобного Сергия Радонежского в городе Чапаевск и реновация исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого в Самаре. Своим опытом по восстановлению этих памятников архитектуры Самарской области поделилась реставратор первой категории, архитектор Наталья Бас. С одной стороны, это две какие-то вещи, которые не сопоставляются совершенно, потому что один православный храм и другой мечеть, то есть диаметрально, так скажем, противоположные. И в церкви Сергия Радонежского очень большое количество керамики и мозаики. Мечеть, мы вообще не знаем, какой она была. Решили отталкиваться от петербургского проекта, от петербургской мечети, которая вся в керамике и с влиянием самаркандских мотивов. Реставрация с приспособлением. Такое название носит проект восстановления исторической мечети. За основу взяты архивные чертежи 19 века. Мечеть была построена в 1891 году. При этом в те годы замысел автора не был в полной мере реализован. Мечеть представляла собой здание из красного кирпича. С 1930 года оно не использовалось по прямому назначению. Здесь был сначала детский дом, потом детский сад. Внутренняя часть была перестроена под нужды соцучреждения. В наши дни архитекторами, инженерами, строителями была проделана большая работа для того, чтобы современный облик здания исторической мечети стал похожим на чертежи автора. Серьезную поддержку в реконструкции мечети оказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Изначально построенные здания из кирпича отреставрировали и к нему пристроили новые объекты, фасады которых было решено покрыть современной мозаикой из керамики. Так замысел автора из XIX века увидели архитекторы из XXI века. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня пишут на своих информационных площадках. В День России работа Самарского общественного транспорта будет усилена, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. К 22.30 перевозчик организует подачу дополнительного подвижного состава. Автобусов маршрутов 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. Транспорт будет ожидать пассажиров на улице Самарской, на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого. Кроме того, в ночь с 12 на 13 июня 2023 года время работы метрополитена и остального общественного транспорта продляют до часу ночи. 12 июня также в полном объеме будут осуществляться перевозки к садово-дачным массивам по расписанию воскресного дня. В Кировском районе продолжается планомерная работа по замене лифтов в жилых домах. Сотрудники администрации района провели осмотр хода работ в многоквартирных домах, где сейчас происходит замена старых кабин, которые уже отслужили большой срок. Уже совсем скоро жители будут пользоваться современными и безопасными лифтами. Напомним, задачу по наращиванию объемов оборудования во время одного из прямых эфиров поставил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, таких масштабов не было никогда. Меняли по 100, 120, а сейчас полторы тысячи, пишет телеграм-канал администрации Кировского района. Представителям старшего поколения очень важно чувствовать себя нужными, видеть заботу о себе и самим приносить пользу. Городские власти делают все возможное, чтобы поддержать их в этом, информирует телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. В Самаре предусмотрено несколько направлений социальной поддержки старшего поколения. Материальные помощи, социальные выплаты, организация полезного и интересного досуга, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, санаторно-курортные курсы лечения и оздоровления, социальные такси. Подробнее можно ознакомиться на странице департамента. На склоне Площади Славы ко Дню России открывается фото-выставка о красоте нашей великой страны, сообщает телеграм-канал Ленинского района. Выставку для жителей подготовили русские географы. Фото-выставка – настоящее путешествие. Все вместе мы сможем почувствовать единение и наш общий исторический код, основа которого – уважение и любовь к традициям и культуре России. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин